Что такое Flask? То есть как вообще в питоне веб-разработка, почему она очень популярна? Потому что постоянно всю жизнь в питоне были какие-то фреймворки, которые появлялись и которые позволяли пользователям быстро что-то делать. Сначала был Zoop, потом был TurboGers, потом была Django. То есть был какой-то хайп, было какой-то комьюнити. Эта комьюнити, она создавала критическую массу девелоперов, которые позволяли другим девелоперам, используя наработки первых девелоперов, реализовывать приложения. То есть так в 2007 году появились Django девелоперы. На самом деле, когда версия вышла 0.95, Django пользоваться нельзя было. Когда вышла версия 0.96, можно было начать пользоваться, потому что люди увидели, вау, это круто, и начали им пользоваться. Вот, но сейчас, когда после появления Flask, люди подумали, вау, Flask это новая Django. Но на самом деле Flask это не новая Django. Flask это Flask. Flask это просто микрофреймворк. То есть Django это вам объяснили, как надо делать, и все, вы делаете только так. Flask это просто микрофреймворк. Flask это Werkzeug. Flask это Jinja. Кроме этого, в Flask нет ничего. То есть вы можете, кроме Werkzeugа и Jinja, использовать все, что угодно. Вам, ну, вы хотите, я не знаю, что тут написано. Тут написано, что нет ничего ненужного. Вам по дефолту. У вас есть только то, как урлы обрабатываются, и только как темплейты рендерятся. Все. И идея самого Flask это построить какое-то ядро, какое-то ядро, которое вы потом будете расширять при помощи экстеншенсов и при помощи вашего кода. То есть это, я же говорю, чуть другой подход с Django. Вот. И во Flask это тоже очень важно. Во Flask нет проектов. Ну, то есть они проекты называются по-старому. Ну, то есть со старого бэкграунда. Но есть только приложение. То есть сама парадигма не проектная парадигма, а парадигма приложения. То есть у нас во Flask главное это что? Это главное это просто приложение, application. Во Flask, да, как я говорил, то есть нету, ну, нету ни ORM по дефолту, нету форм, нету контрибов. То есть Flask это маленькая-маленькая-маленькая ядерка. Вот. Ну, то есть, ну, вы понимаете, почему это сделано. Потому что когда вы реализовываете API, которая общается с, например, общается с кем-то еще, и вам нужно хранить, например, данные в кэше, то вам ORM уже не нужен. А ORM Django, когда, ORM будет использоваться всегда, потому что всегда при инициализации Django у нас будет пройдено по Installed Apps и загружено Model Spy с импортированным. То есть он все равно будет искаться, если он не будет, там будет фэлбеки, фэлбеки и все. То есть это нам не нужно. Но на самом деле, на самом деле у нас есть блюпринты и у нас есть экстеншнсы. То есть мы тоже подготовлены для реализации задач. То есть мы подготовлены для реализации задач с другой стороны Django. То есть не так, что нам дали все, и мы с этого все что-то находим, а мы ищем, ищем, ищем и находим. И быстренько я сейчас пробегусь по дефолтной аппликейшн структуре. То есть, ну, вот, как мы видим с документацией, быстренько показывают нам, что у нас должна быть только в AppPy, и в AppPy у нас может быть все. Но на самом деле у нас структура похожа на проект любой. То есть мы берем Django, мы берем пирамиду, мы берем торнадо. То есть вся структура проектов, она практически идентична. И как сам выглядит наше приложение? То есть наше приложение – это просто инстанс класса Flask. Да, ну и запускать можно как угодно. Можно гуникорным, выезжаем, можно запускать. То есть вы же понимаете, это просто выезжаем… Сейчас, ой, сори, она тут начинает подключивать. Вот, у нас наше приложение – это простое выезжаем приложение. То есть нам нужно знать про наше приложение, что это простое выезжаем приложение. Сейчас мы разберемся с этим детальней. Что такое наше веб-приложение? Что нам нужно знать? Нам нужно знать, какие URL нам приходят, и нам нужно знать, какой ответ у нас выходит. Роутинг реализован при помощи вертсойга. Не надо делать URL-паттернов. У нас есть вертсойг. Вертсойг позволяет или декорировать наши view-функции при помощи апроута или блюпринт роута, или вертсойг позволяет добавлять URL-правила, по которым будут разбираться наши URL-ы. И весь роутинг у нас уже есть в инстанте в словаре URL-мап. То есть если нам, например, нужно, мы пришли на новый проект, и нам нужно быстренько узнать, какая функция вызывается. Это делается просто при чатанью апп URL-мап, и мы понимаем, какая функция вызывается. То есть это очень хорошо, это очень удобно. Урлы в коде используются при помощи функции URL-фо. То есть то, что в джанго было реверсом, то, что в джанго было темплейт-тегом URL, у нас везде есть URL-фо. И получается, ну это очень, 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 очень удобно. После того, как мы, как называется, научили наше приложение разбирать URL-ы, мы переходим к реквесту. Наши view-функции не получают реквест. Это очень глобальное отличие практически от большинства фреймворков. Потому что, ну, по большому счету, нам, ну, есть случаи, когда нам реквест не нужен. Вот. И этот реквест во view не передается. То есть вот почему я вчера хотел перестать не показывать вам этот доклад, а вообще ничего не показывать, потому что я так и не определился, правильно это сделано или неправильно. Потому что, так как реквест у нас хранится в стейте, возникает вопрос, необходим ли нам вот этот реквест хранить в стейте. Или нам все-таки эти реквесты было бы неплохо все-таки засовывать в URL-ы, ну, то есть засовывать наши view-функции. И на самом деле готового ответа у меня для вас нет, потому что вот это очень интересный вопрос. И кажется, что сделано в… во фласке сделано правильно. Реквесты хранятся в трейде, в локал трейдинге, вот. Но потом возникает вопрос, зачем это сделано? То есть такая, такая, парадокс. Во фласке нет, есть фласк-реквест, в средлокал, санюет, фласк-респонза. Респонзы создаются или неявно. Вот, это готовая функция, которая будет напечатать нам текст hello world. Или мы можем создать… Мы можем дать tuple. Tuple принимает, получается, текст и код, с которым будет статус-код-респонза. Вот, мы можем сразу зарендерить шаблон. Мы можем… Да, мы можем сразу зарендерить шаблон. То есть нам не нужно делать… Ну, сейчас в Django тоже есть Django Shortcuts Render, который не требует реквеста, передачи реквеста. Вот, но… Нет, это в Django Anoing, короче. Тут нам не нужен реквест для того, чтобы зарендерить шаблон. То есть реквест не требует… Шаблон… Рендеринг шаблона не требует реквест контекста. Вот, мы можем создать это явно при помощи функции makeResponse. Мы можем создать… Вот, мы можем поменять content-type у респонза. То есть, ну, практически, то есть, подход в том, что есть создание респонза как неявное, так и явное. И это, на самом деле, очень-очень выгодно, потому что мы, опять же, независимо от того, как созда… Ну, то есть, мы изначально… Как называется? То есть, мы изначально независимо от каких-то других сторонних решений, потому что в Django всю жизнь был декоратор Render2. Ну, то есть, имеется в виду, то есть, это как есть у нас уже возможность не делать респонс явно. Не, ну, и да, и да, ну, и да, и да. Вот. Потом надо разобраться, как все-таки все у нас работает. Все во фласке очень завязано на стейты. Во фласке есть два больших стейта. Стейт, когда приложение сетапится, и стейт, когда приложение выполняется. Когда приложение сетапится, у нас, ну, по большому счету, ничего не создается. То есть, это наш все… Ну, весь исполнение питон-кода. То есть, он импортируется, и т.д., и т.п. То есть, когда приложение выполняется, создается контекст. То есть, вот можно посмотреть. То есть, первая, и вторая, третья, и четвертая строчки – это приложение… Это сетап-стейт. То есть, мы видим, что у нас, получается, просто исполняется питон-код. А уже пятая строчка – это уже у нас реквест-стейт, то есть, у нас уже контекст. Вот. То есть, мы получаем объект. То есть, ну, я сейчас с реквестами разберусь. То есть, я же говорю, есть просто разные стейты у флас-приложений. Как я уже говорил, то есть, у нас есть два типа. У нас есть стек, это у нас есть, грубо говоря, отдельный стек приложения и отдельный стек реквеста. И так как все во фласке – это приложение, нужно как-то его расширять. Ну, то есть, нельзя… То есть, по дефолту, то есть, ну, невыгодно не иметь инструментов для расширения приложения. И для этого во фласке есть блюпринты. Блюпринты – это склейка для наших view-функций. Ну, то есть, в Django у нас есть reusable apps. В Django у нас… То есть, не в Django, то есть, у нас есть какие-то приложения, то есть, в пирамиде, опять же, есть reusable, что-то, которое реиспользовано, вот, которое используют какие-то одинаковые view, которые используются, вот. В фласке это все сделано при помощи блюпринтов. Блюпринты – это склейка для URL. Ну, например, сам простой пример – это аккаунты. Нам нужно реализовать аккаунты. Мы делаем аккаунт с блюпринт, в котором мы реализуем логин, логаут, эдитинг профиля. Вот. А в свою очередь, это блюпринты. А в свою очередь, приложения – это уже склейка для блюпринтов и общих view. Вот. Но еще очень важно, что блюпринты – это не приложения. То есть, грубо говоря, мы можем… Мы можем… Да. Мы можем, получается, реализовать два приложения отдельных. Не, я знаю, да. Мы можем реализовать два отдельных приложения, а можем реализовать приложения и блюпринт. То есть мы… Фластин позволяет делать по-разному. Вот. Но создается… С блюпринтами есть очень большая проблема с шарингом данных между приложением и блюпринтом. Блюпринт не знает, какое приложение его зарегистрировало. Ой. Да. Блюпринт, вот. При регистрации блюпринта вот здесь, вот это мы так и регистрируем блюпринты во фласке. Блюпринт вот здесь не будет знать, какое приложение его зарегистрировало. То есть, если нам нужно получить какие-то данные с приложения, вот с нашего аппа, то это будет сделано очень… То есть это будет не очень хорошо. То есть, например, вот у нас есть… У нас есть вот простой пример. То есть у нас есть приложение и у нас есть блюпринт. И блюпринту нужна модель. И получается, блюпринту нужна модель, то есть блюпринту нужно уже, уже чтобы вот на этом месте, на месте импорта, блюпринту уже нужно, чтобы наше приложение было заинициализировано и наши модели были заинициализированы, чтобы этот импорт не умер, потому что он требует датабейс. Ну, то есть это такая хитрая тема, на самом деле, которая решается, может решаться, например, вот таким образом. То есть мы при регистрации блюпринта просто передаем все экстеншнсы в наш блюпринт, и потом эти экстеншнсы используем. Но так делать не особо верно, намного вернее делать все-таки так же самое, как я и показывал. То есть имеется в виду, сейчас к чему я клонил, что мы, расширяя наше приложение при помощи блюпринтов, мы все равно остаемся в контексте приложения. Не знаю, что я несу, но вот так вот. Очень выгодно блюпринты и приложения, они позволяют делать фабрики. То есть, например, мы хотим, ну, как называется, мы хотим использовать бэкенды, фронтенды, мы хотим использовать разные приложения, мы хотим использовать разные environment settings, вот, для этого мы создаем фабрику, и эта фабрика позволяет нам использовать разные settings. И блюпринты могут использоваться, тоже могут создаваться фабрики для блюпринтов. Вот, то есть, что такое фабрика? Фабрика, то есть, как мы видим, это простая вот штука, которая создает приложение, наше приложение, и которая просто загружает settings. То есть, и таким образом мы создаем наше приложение с разными settings. И здесь есть, ну, какая-то определенная функция регистра блюпринт, которая регистрирует наши блюпринты. Вот, то же самое в блюпринте. То есть, в блюпринте мы можем, например, если нам нужно знать о текущем приложении, которое регистрирует блюпринт, мы создаем маленькую функцию. Также, так как и наше приложение, и наш блюпринт, это все лишь навсего классы, то мы для их кастомайзинга можем просто-напросто взять и сделать, добавить необходимые нам методы или переопределить дефолтные методы, которые сделаны в flask-flask или flask-блюпринте. Вот, и, как я уже говорил, что такое flask, это flask это просто выезжая в приложение. И мы можем сделать, мы можем заплавить любое, выезжая middleware, на наше выезжая в приложение. То есть, это очень-очень просто и очень-очень выгодно. Вот, переходя на следующий этап, то есть, когда мы поиграли чуть с аппликейшнами, поиграли чуть с блюпринтами, приходит очень большой вопрос. Вот, что делать, если мне нужно что-то? Что делать, если мне нужна поддержка Mongo? Что делать, если мне нужна поддержка Redis? Что делать, если мне нужна поддержка админ панели? Что делать, если мне нужна поддержка Lazy Views? Нужно делать экстеншнсы. Это вот очень просто и очень правильно. То есть, опять же, экстеншнсы – это то, на чем вообще живет flask. То есть, как я уже опять говорил в начале, Flask – это сам по себе, это просто-напросто маленькая-маленькая ядерка. То есть, ну, маленький-маленький core, который мы берем и потом расширяем, расширяем, расширяем до джанги. Вот, и получается, то есть, как мы создаем нашу Flask extension? Мы просто делаем Flask Xname, модуль или пакет. Мы имплементируем, например, класс и делаем init-app-метод. Вот, и не забываем добавиться в app-extensions словарь, если нам нужно, чтобы другие extensions знали про наше существование. Ну, то есть, грубо говоря, если нам от extensions SQL-alchemy зависит extensions какой-то еще. И extensions какой-то еще очень важно знать, что extensions SQL-alchemy уже зарегистрирован. И SQL-alchemy хранит свой, стоит в app-extensions, и мы получаем оттуда текущее подключение к базе данных. Вот, очень простой пример – это Flask и Redis. То есть, мы реализуем поддержку Redis во Flask. То есть, что мы делаем? Мы создаем, это у нас модуль Flask Redis, класс Redis. Вот, мы сделаем connect. Мы храним этот connect в app-extensions, и мы, ну, маленькая функция, которая все методы Redis connection, она инклюдают в текущий класс, чтобы мы их могли вызывать как просто Redis connection. Вот, это был пример работающего Flask extension, который добавляет просто поддержку Redis во Flask. То есть, ну, еще раз к нему конвернусь, вернусь, да, вернулся. Вот, просто который показывает, что для добавления каких-то возможностей Flask позволяет это делать очень просто и очень изящно. То есть, просто пишем extensions, и потом его используем. Да, еще забыл сказать, у Flask есть замечательный ext-хook, который наш модуль, который называется Flask Redis, преобразовывает вот в такой импорт. То есть, имеется в виду, мы так можем импортировать. Здесь вызывается специальный ext-хook, который делает за нас ненужное. То есть, вот, это у нас advanced. То есть, мы этот Redis можем для разных, то есть, мы можем этот Redis вынести, инициализацию приложения в отдельный файл. Вот, потом для разных приложений просто брать его и инициализировать для нашего текущего приложения. То есть, когда нам не нужен Redis, мы его не инициализируем. Когда нужен Redis, мы его инициализируем. Вот, так что, еще раз, Flask Extensions это, наряду с тем, что Flask это просто выезжая в приложение, это главные постулаты Flask. То есть, первое, Flask это выезжая в приложение, второе, при помощи Flask Extensions мы добавляем к Flask все. Я вам покажу, сейчас, что мы добавляем к Flask. Мы добавляем SQL ORM. Мы добавляем NoSQL. Мы добавляем NoSQL ORM. Мы добавляем форму. Мы добавляем админку. То есть, мы во Flask изначально нет ничего, но во Flask есть все. Ну, так, в разумном пределе все, слово все. Вот, мы добавляем аутентификацию. Мы добавляем Connect через Google, через AUS, через OpenID, через Facebook. Мы добавляем REST. То есть, мы добавляем интернационализацию. Мы добавляем Management Command. Мы добавляем управление ассетами. Мы добавляем тестирование. Мы добавляем Debug Talbar. То есть, мы добавляем, можем добавить кэш, селари, то есть, flat pages, mail, uploads. То есть, просто заходим на сайт Flask в раздел Extensions, ищем официальные Extensions. Потом заходим на кратерии на PyP и ищем неофициальные Extensions. Добавляем в свой проект и у нас есть все. То есть, еще одна хорошая особенность Flask – это простота дебагинга, простота тестинга и deployment. Дебаггинг. Flask изначально идет с вертсойгом. Вот это у нас есть из коробки. А, ну тут ни хрена не видно, что у нас есть из коробки. Но из коробки у нас есть вертсойг-дебаггер, который позволяет выполнять наш код, который у нас упал, то есть, выполнять контексты, посмотреть, что у нас упало, как оно у нас упало, с каким контекстом оно у нас упало, и т.д. У нас есть pdb и pdb. Просто для гуни-корда не забываем добавить ключ-дебаг, и ставим trace, и делаем все то же самое. У нас есть debug-tal-bar сразу с профилером. То есть, ну, у нас есть все здесь. Профилер, логинга, алхимия, темплейты, реквесты, хедеры, время генерации страниц и т.д. У нас есть это все. Все есть в этом Flask. Для тестинга чуть-чуть, значит, как, я говорил по поводу контекста, то есть, если мы хотим тестировать какие-то вьюхи, нам нужно этот контекст инициализировать. То есть, изначально мы не можем протестировать вьюхи без инициализации контекста. И с нас это делает тест-кейс из Flask-тестинга. Он делает это с нас. То есть, что нам нужно для тестинга? Нам для тестинга нужно сделать приложение, вот, и нам нужно его запустить тесты. То есть, вот все, что нам нужно сделать для тестинга. Ну, или мы можем использовать очень хорошую библиотеку, которая называется WebTest, которая пришла, ну, она изначально сделана для WebOba, вот, то есть она сделана для пирамиды, но она очень позволяет многогранно протестировать наше приложение. Она идет в комплекте с PyQuery, она идет в комплекте с LXML, BeautifulSup, но имеется в виду, она позволяет тестировать данные, которые мы получили со страницы, в более натуральное, ну, не просто проверять ассертами их наличие, а уже выполнять какую-то там PyQuery, jQuery запросы, что эти данные есть на странице и т.п. То есть, посмотрите, на WebTest это очень хорошая библиотека и весь плюс, опять же, фласка, что для того, чтобы сделать клиент для WebTest, то есть нам нужно все лишь навсего обернуть наше приложение в TestApp. То есть, VHG, VHG, это сила. Вот, и видите, то есть я показывал, как сделаны тесты, то есть сделаны тесты, они через CreateApp. То есть, когда мы доходим до того, что нашему приложению нужны тесты, а это всегда нашему приложению нужны тесты, мы сразу сталкиваемся с тем, что было бы неплохо изначально использовать фабрики приложений, чтобы изначально настройки для разных инвайрментов, они, то есть, ну, приложения зависели от настроек для разных инвайрментов. То есть, вот, Upname CreateApp намного лучше, чем просто Upname App. То есть, Upname App и так будет, но он нас не будет волновать в контексте тестирования. Дальше. Деплоймент. Ну, я, конечно, как всегда рекламирую Heroku, потому что Heroku это, вот, если вам нужен стейджинг и у вас еще нет стейджинга, то вы должны зарегистрироваться на Heroku. Heroku позволяет бесплатно делать 1nd, у Heroku есть бесплатная share database, у Heroku есть бесплатный redis, mongo, поддержка e-mail, sentry и т.д. и т.п. Heroku позволяет запускать наше приложение через Gunicorn. Heroku, если у вас еще нет хостинга для стейджинга, или вы хотите иметь что-то такое, что вы будете хостить при помощи одной команды и не писать фабрик скрипты, посмотрите на Heroku. Вот, Heroku, то есть, деплой куда угодно, в другие места. Мы можем деплой через Gunicorn, через UWSGI, можем деплой через Tornado, Javent, Eventlade, Грилет, что есть, как угодно. Flask — это просто выезжая приложение. Мы его обертываем, все. У нас есть Start Response, у нас есть Enveron. Все, что нам нужно знать о Flask у нас есть. Ну и, конечно, нельзя было чуть-чуть вбросить, вот, и я чуть-чуть сейчас вброшу. Очень веселые числа, вот, все, знаете, есть такая, как бы, как называется, категория людей, которым важно бенчмарки. Ну, то есть, какой код выполняется быстрее, какой код выполняется медленнее. Смотрим. Итак, что мы видим? Мы видим, что пирамида выполняется быстрее, чем Flask, ну, Django мы вообще не смотрим, Tornado выполняется быстрее, чем Bottle, а Bottle выполняется быстрее, чем пирамида. Круто? Давайте разберемся, почему так. А так все, потому что у нас нет никакой конкуренции. У нас есть всего лишь навсего параметр в AB, что у нас будет запущено, все это будет сделано с одним потоком. То есть, это показывается, сколько реквестов за секунду обслуживает Bottle, Django, Flask, пирамида и торнадо. То есть, мы видим, что с торнадо некому вообще соперничать, торнадо далек от всех, вот, в качестве быстродействия. Потом идет Bottle, потом идет пирамида, а Flask третье место. И тут будет, ну, тут сейчас еще показывается, вот, на KF.py у нас был доклад про VisiWeb, и там одна из особенностей VisiWeb, что каждый запрос VisiWeb гарантированно отдавался меньше, чем 8,4 миллисекунды. Вот, но здесь оказывается, что есть фреймарки, которые отдают еще быстрее, эти, как его, респонзы. Вот, то есть, что интересно? Интересно, что Flask оказывается не такой крутой, как его все рекламируют. Но нет, на самом деле Flask крутой. Мы теперь видим, мы добавляем конкуренцию, и что мы видим? Мы видим, что пирамида в два раза медленнее работает, Bottle вообще перестает работать, Django как работал, так и работает. Flask остается на своем уровне, и торнадо остается на своем уровне. Это говорит нам о чем? Что Flask и торнадо сделаны уже для наших реальных веб-приложений. То есть они сделаны, они готовы использовать для реальных веб-приложений. То есть только Flask и торнадо при запуске 100 коннектов гарантируют, что все респонзы, они будут правильные. Что все респонзы, ну, вся наша тысяча респонзов, она будет именно такой, которой мы их ожидаем. Вот, и Bottle, и Django, и Pyramida, она теряется от 2 до 10% респонзов. Она выдает нам 503 ошибку. Она после трех или четырех пропусков просто берет и шедаунит сервер. И GUNICORN не помогает. GUNICORN не помогает. То есть увеличение воркеров все равно не помогает. То есть у нас, грубо говоря, мы хотим добиться того, чтобы наше приложение работало. Мы там сделали, например, у нас там 8, там, Quad-Core у нас есть. Это получается 4. Мы запустили 4 GUNICORN. То есть мы дали там 16, получается, у нас воркеров, но это не поможет. То есть изначально нужно использовать веб-разработки, если мы говорим о конкуренции, изначально нужно использовать или Flask, или Tornado. То есть в зависимости, конечно, от того, что нам нужно. Вот. И, собственно, вот и все. Как во Flask вообще, ну вот вы сказали, все классно, так замечательно, но вот контекст все-таки меня смущает, потому что контекст… Ну, я же… В принципе, во-первых, тесты. Нормально ли всегда тесты работают, вся эта обвязка? То есть не бывает ли каких-нибудь проблем с этим? И еще один такой вопрос по поводу такой новомодной технологии, как веб-сокеты. Как во Flask с этим? Я, честно говоря… Но Flask с веб-сокетами никак? Если вам нужно веб-сокеты, вы используете Tornado или что-то? Ну, в Джанге даже есть какие-то там экстеншены, которые позволяют как-то там это обхитрить, все. Ну, понимаете, то есть выезжая, не особо готов работать с веб-сокетами. То есть Flask это выезжая. Ну, вот и ответ на вопрос. По поводу тестирования. При создании реквест-контекста, то есть для чего нам нужно создание реквест-контекста? Чтобы приложение, как называется, то есть когда мы будем клиентам открывать наш контекст, у нас контекст будет правильный. То есть мы об этом можем не заботиться. То есть мы делаем self-client-get, как и в Джанге, и у нас в этом, в контексте будет то, что мы открываем. То есть тут проблем никаких не будет. То есть никаких подмены контекста тут не будет. А с хранением контекста в локал-трейде, да, тут есть такая вот интересная штука, которую я не знаю, как решить. Следующий вопрос. Игорь, привет. Слушай, такой вопрос. Ну, да, про глобальный контекст, который тебя смущает. Да, хорошо. Явное лучше, чем неявное, правильно? Да, я здесь не спорю. Армен тоже не спорит. Я вчера в конце после Lighting Talk Андрея Светлова подбежал к нему и спросил, слушай, кто придумал супер без аргументов, да? Это же вообще разрыв мозга вообще, магия и гребаный стыд. Не-не-не, абсолютно не троллю. Вот, и тут получается примерно та же история. Ты открываешь код. И более того, ты даже не понимаешь, читая код, он использует какой-то контекст, нужно идти явно аргумент. Правильно, вот в этом вот есть… Как это тестировать? Как понимать, зависит этот код от контекста запроса? Или его можно запустить в Шелле, по Крону или в Селлере где-нибудь там на других машинах? Как это разделяется? То есть понятно, что мы все крутые хакеры, собрались пять человек, все умнее друг друга и можем это написать. Ну, в общем, среднестатистический разработчик, он, в общем… А, ну даже не упомянул, то есть во Flask не такой маленький вход во Flask, как в другой технологии. Но это дизайн-десижн. То есть, когда вот Армин делал Flask, что такое Flask вообще было изначально? А Flask это была просто какая-то попытка сделать быстренько фреймворк. Ну да, первоапрельская шутка, просто попытка сделать фреймворк на основе Верцойга и Джинджи. Шутка удалась, да? Да, шутка удалась, уже вышла в версии 0.9. То есть изначально, как мод, то есть это был просто, то есть весь код был в зипе, зип разархивировался, и там весь фреймворк занимал 15 строчек. Вот. И Армин решил, ну, вот он решил вот так. И те люди, которым этот подход более не нравится, они вот и программируют на Flask. То есть вот такое решение, то есть это просто дизайн-десижн. То есть я не говорю, я не говорю, что это хорошо, потому что… ПКП тоже глобальный контекст, в общем. Ну, это наброс, это честно, я признаюсь, да, это наброс. Ну, слушай, у меня на самом деле вопросов много, но я все не буду задавать. Мне просто по поводу тестов интересно, вот то, что ты таблицы в конце привел. С тестами очень просто. Нет, сейчас я вторую и все, больше не… Ну, с тестами очень просто. Мы создаем тест-реквест-контекст, то есть мы создаем стэк. И все. И все приложение работает с этим стэком. Я понимаю, я немножко о другом, я о цифрах, о цифрах производительности, да, в конце, в таблицах. Мне, ну, точка, это же какие-то цифры, непонятно, что там тестируется, как это все запущено, каждый из этих вот… Ну, как запущено, сейчас вернусь. Не, ну, там видно строчку, как ты запускаешь АБ, это понятно. А как ты запускаешь сами приложения, это очень… С гуникорном. Ну, то есть, ну, отмотай на какую-нибудь таблицу, где все плохо там у известных фреймворк. Ну, все запускается гуникорном. То есть просто это его, то есть торнадо запускается при помощи торнадо Айалупа, а все другое запускается. Все это у… Это миллисекунды? Это количество реквестов в секунду. Реквест per second. Это количество реквестов в секунду. Нет, я понимаю, я понимаю. Нет, просто, ну, вот смотри, я тебе привожу пример. Вот берем джангу, да, ту же. Вот я тестировал живое приложение, которое не 13 байт отдает, а, ну, и логику реальную имеет, и ответ у нее большой. А из джанги можно выжать… Из джанги можно выжать 1500, 2000 рпс машины. Вообще, на реальном приложении. То есть я не понимаю, откуда эта цифра, то есть, ну, как бы, как это запущено. Ну, запущено это вот на моем ноутбуке гуникорном. Это запущено не на клад корень на чем, это запущено гуникорном с двумя воркерами. Сколько воркеров? Гуникорн, два воркера, два воркера, два воркера запущено. Почему так происходит? Потому что джанга можно выжать, но джангу нужно оптимизировать. То есть джанга по дефолту много всего… Ее не надо оптимизировать, запустило, работает. Ладно, окей, хорошо. Окей. Спасибо большое за презентацию. Flask классный. Хотелось бы узнать об известных минусах Flask и готов ли он для продакшена. Маленький пример. Я, например, знаю, что Flask с Call of Alchemy имеет или пять, или шесть типов данных. То есть, ну, минус, не минус, но все-таки. Может быть что-то еще критичное такое? А где это? В чем минус? В самом Flask. То есть, может быть, какие-то минусы? Нет, но минус во Flask большой один – то, что Армин не собирается виркцойк портировать на третий питон. Он не собирается ничего делать, потому что в третьем питоне изменились Unicode. Это вот специально для Армина был реализован PEP, который добавляет обертку опять, что это не Unicode строка, и тогда, может, когда он реализует. Минус Flask опять же с контекстом. Это просто надо принять и понять, как говорится. То есть, минус Flask с тем, что, например, тут другая парадигма чуть-чуть. Парадигма в том, что это очень мало. Изначально это очень мало. То есть, люди, которые приходят на веб-фреймворк, они хотят изначально очень много. А во Flask изначально очень мало. Для многих людей это минус. То есть, например, у той же самой пирамида. Пирамида устанавливается сразу с 8 зависимостями. То есть, вот минус. Ну, минус, не знаю. Минус то, что, например, один из таких вот минусов, что Армин устроился на работу. Это минус, что Армин, я не знаю, когда будет допилить Flask или будет он что-то допиливать, когда выйдет версия 0.10, а про это не знает никто. Готов ли Flask для продакшена, да? Flask готов для продакшена, потому что это выезжая приложение. Любое выезжая приложение готово для продакшена. Спасибо. Спасибо. Спасибо.